Final Fantasy XVI выходит 22 июня. Уже совсем скоро фанаты погрузятся в привычный и интересный мир. Однако в новой части Square Enix многое поменяли. Пошло ли это на пользу серии? И что вообще будет представлять из себя новая финалка? Сегодня я расскажу о том, что ждать от новой части Final Fantasy и стоит ли ее покупать. Всем привет! Меня зовут Яна. Вы попали на канал Lady Vesker. Здесь я рассказываю об играх. Ставьте лайк и подписывайтесь. Здесь много интересного. События в Final Fantasy XVI происходят в фэнтезийном мире, похожем на Средневековье. В мире Валистея существует шесть королевств, зависящих от кристаллов. Те являются источником магии и вокруг них строят шесть столиц. В мир приходит неизвестная чума, которая заражает города и от этого королевства начинают враждовать друг с другом. Главный герой Клайв всю жизнь защищал своего брата Джошуа, который должен был стать доминантом. В мире Final Fantasy XVI это люди, которые могут призывать эйконов, магических существ, способных убивать противников в бою. Те, кто знаком с другими частями Финалки, в курсе, что это стражи из прошлых частей, типа Шивы, Эфрита и так далее. Джошуа не смог справиться с призывом существа и случилась трагедия, какая пока не уточняется. Разработчики обещают интересный и, судя по всему, мрачный сюжет. В путешествиях мы встретим множество разных персонажей, которые надолго, или не очень, составят нам компанию. Историю Клайва разделили на три этапа. Юноша, средний возраст и, похоже, престарелый. Final Fantasy XVI отказались от прежней боевой системы и теперь битвы будут проходить в реальном времени. Игра позиционирует себя как экшен-рпджи в полуоткрытом мире. Да, убрали огромный пустой мир, теперь локации станут чуть меньше и линейнее. На мой взгляд, это даже хорошо, уж лучше пустого мира, показанного в предыдущей финалке. Путешествовать между локациями придется пешком или на Чукобо, никаких вам машин и летающих кораблей. Несмотря на это, в Final Fantasy обещают много интересных и разнообразных мест. Деревни, пещеры, города, леса и тому подобное. Приглашаю вас в ВК-сообщество, где публикуются не только новости канала, но и красивые арты по играм и подобное. А также в Телеграм-канал, где я делюсь своим мнением по играм, публикую кадры из жизни и прочее. Станем ближе друг к другу. Ссылки найдете в описании под роликом. Управлять в этот раз придется только одним героем, Клайвом. Остальные хоть и будут сражаться рядом, но командовать ими нельзя. Журналисты, которые публиковали превью на игру, заявляют, что боевая система выглядит очень хорошо. И похоже, по ощущениям, на американские горки. Битвы с боссами получились зрелищными. Хотя сражения с обычными монстрами тоже не дают заскучать. В общем и целом, боевка получилась на славу и не надоедает на протяжении игры. После получения нового уровня, игрок прокачивает способности персонажа. Однако можно сделать автоматическое распределение. Конечно же, уровневая система никуда не делась. Так что пофармить придется, если хочется быть всесильным. Журналисты также отмечали, что боссов будет много и они все друг от друга отличаются, как и битвы с ними. То есть, каждому сильному противнику нужно подбирать разный стиль умертвления. Катсцены в игре достаточно длинные, как и диалоги. Впрочем, так всегда было в финалках, так что удивляться к подходу разработчиков не стоит. К тому же, игра рассказывает интересную историю, погружая в совершенно новый лор. Думаю, говорить про графическую часть Final Fantasy XVI не стоит. Потому что по видеоряду и так понятно, что она шикарна. Почти все финалки такие. Они представляют из себя красивую, сочную картинку, на которую хочется смотреть, будто ты в кинотеатре. Думаю, на больших мониторах будет выглядеть еще лучше. Поэтому говорить что-то про графику плохое смысла не имеет. Square Enix продолжает держать планку качества в серии Final Fantasy. К сожалению, игра выйдет только пока на PlayStation 5 и станет временным эксклюзивом. Но автор обещает после релиза сосредоточиться на версии для ПК, которая, как и полагается, появится позже. Скорее всего, мы увидим ее через год-полтора, как это было с Final Fantasy VII Remake. Кстати говоря, 16-я финалка будет иметь русские субтитры. Но полная локализация обошла игру стороной. Впрочем, возможно, позже ее и озвучат. Или же это сделают какие-нибудь энтузиасты из фанатов. Final Fantasy XV вначале тоже выходила без локализации. Однако позже получила ее, когда вышла на ПК. Так что все возможно. Скорее всего, демо-версия Final Fantasy XVI на PlayStation 5 скоро выйдет. Так как страничка уже появилась в PlayStation Store. И ходят такие слухи, что демо скоро должно выйти. Возможно, на момент выхода ролика она уже доступна. Если это так, а вы попробовали демку, пишите в комментариях свои впечатления. В ином случае, ожидаем ее выход. Журналисты пророчат Final Fantasy XVI номинации на игру года. Однако об этом говорить пока рано. Трейлеры и геймплейные кадры из игры действительно красивые. Эпичные битвы, разнообразные локации. И наверняка интересный сюжет. Это будет ждать нас в новой финалке. Если она и не станет игрой года, то наверняка ее полюбят многие фанаты. И появятся новые игроки. А как вам Final Fantasy XVI? Любите ли вы вообще серию данных игр? Или обходите ее стороной? Пишите в комментариях. А если вам понравился данный ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. А также смотрите другие мои ролики. И играйте только в хорошие игры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok